Друзья, 18 июня я проводил опрос в Телеграм, и только 13% сказали, что дно по биткоину уже пройдено. Обращаю ваше внимание, что в голосовании приняли участие более 19 тысяч человек, а это очень много. Всего через 4 дня количество оптимистов выросло ровно в 2 раза, а еще я вижу большой спрос на альткоины. Поэтому я считаю важным поднять сейчас тему, можно ли уже покупать биткоин, а принимать решение мы будем исходя из соотношения, риск и прибыль. Итого, к какому типу инвесторов или трейдеров относится каждый из вас. Сразу напомню, что не даю финансовых советов. Любое решение купить или продать вы должны принимать сами, только после того, как проведете собственный анализ рынка. Но я готов делиться своими мыслями, чтобы помочь сделать вам это самое исследование. В первую очередь рассмотрим тех, кто занимается инвестициями в биткоин на года вперед. Это горизонт 3, 4, а еще лучше 5 лет и больше. Про то, какие перспективы купить биткоин и заработать через условные 2 или 3 месяца, я тоже сегодня расскажу, но немного позже. Вот на какой график стоит посмотреть тем, кто играет в долгую. Это 200-недельная скользящая средняя и недельная RSI по биткоину. И они вместе отлично показывают, что биткоин еще никогда в своей истории не был настолько дешевым. Конечно, есть и другие индикаторы дна, которые кричат о необходимости покупать сейчас, но я привык доверять самым проверенным и простым вариантам. Также вы могли слышать много авторитетных мнений, где говорят то же самое. Текущие цены биткоина – это очень дешево и выгодно для долгосрочного инвестора. Из последних подобных мнений можете обратиться к главе фонда SkyBridge Capital Энтони Скоромуччи. Он также утверждает, что биткоин сейчас ну очень дешевый, и это отличный шанс. Тут важно вспомнить, что мы оцениваем потенциальную сделку со стороны риск и доходность. И также должны понимать, что биткоин недавно сломал один из своих принципов, опустившись ниже пика предыдущего цикла. Это отменяет утверждение, что никто не потерял свои деньги, кто инвестировал в биткоин на 4 года и более. Но пока мы можем увидеть, что это было лишь краткосрочное нарушение правил. И если мы, например, скажем, держать биткоин от 5 лет, тогда с инвестициями в первую криптовалюту все просто отлично. Тот, кто купил биткоин и держал такой срок, на сегодня имеет доходность свыше 800%. И даже если мы учтем все трудности, в которых сейчас оказался рынок криптовалют, в том числе потенциальный крах большинства альткоинов, нет реалистичных сценариев того, что биткоин исчезнет. Или что его цикл не перезапустится после урегулирования как внутренних проблем на крипторынке, так и исправления внешних экономических макрофакторов. Итого, на несколько лет вперед покупка биткоина выглядит хорошей сделкой, но если ваши цели год и менее, тогда спешить не стоит, и дальше расскажу почему. Многие не могут ждать, как только что выяснили 5 лет и более. Они хотят заработать состояние хотя бы за год, а в идеале еще быстрее. То есть за несколько месяцев, и биткоин периодически дает такие шансы. Возьмем, к примеру, рост весны прошлого года на 460% примерно за полгода. Если сравнивать подобную сделку с прицелом на покупку биткоина сейчас по критериям риска и доходности, то сначала я хочу привести вам одну из своих любимых фраз о финансах. Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным. Она прекрасно подходит как тем, кто думает сейчас покупать, так и тем, кто твердо уверен в продолжении падения и собрался заработать на короткой позиции по первой криптовалюте. Смотрите, в чем дело. Текущий риск и доходность по такой сделке находятся примерно на уровне 50 на 50. То есть или заработаю, или все потеряю. И на данный момент совершенно не ясно, как долго рынок еще будет оставаться в такой фазе, когда у нас не будет подтверждения завершения медвежьего тренда. Я приведу несколько аргументов. На данный момент, согласно данных аналитиков из Glassnode, более 50% долгосрочных ходлеров биткоина все еще находится в плюсе. На всех предыдущих медвежьих рынках во время острой фазы падения, она же капитуляция, данный показатель падал ниже 50%, и это был сигнал максимальной боли. Пока же, этой точки мы не прошли. Также напомню вам, что очень многие ждали еще в прошлом году, или в первой половине этого года, резкий взлет биткоина на 100 тысяч долларов. Уж очень все отлично складывалось в предыдущие года. У нас были модели, математические расчеты, убежденные долгосрочные быки, привет Майклу Сейлору и Илону Маску. А вот рынок повел себя совсем по-другому. И сейчас, когда мы вроде как нащупали дно, мы снова видим отличие текущей картины от привычной, и она проявляется в различных мелочах. Например, снова посмотрим на 200-недельную скользящую среднюю. Если за эти выходные цена не поднимется выше 22,5 тысяч долларов, то это будет первый раз в истории биткоина, когда мы закрываемся ниже данной линии и превращаем ее в сопротивление. Добавьте сюда такие моменты, что цена биткоина сейчас очень болезненно реагирует на события на американском фондовом рынке. В следующем месяце будет новое повышение ставок, и мы можем получить еще одну совместную просадку в рисковых активах. Также напомню, что есть цели по дну биткоина, которые показывают как на 16 тысяч долларов, так и на 10 тысяч долларов. А кто-то, я знаю, вообще ждет по 8 тысяч, и у них тоже есть аргументы. Вот почему я говорю, что покупка сейчас биткоина на средний срок имеет большой риск, потому что рынок может еще очень долго оставаться иррациональным, в том числе все следующие 12 месяцев, за которые вы планировали заработать, друзья. Для тех, кто хочет первым реагировать на важные изменения на рынке, я веду канал в Телеграм, где все главные новости и аналитика по криптовалютам. Так что если вы новый зритель CoinPost, переходите по ссылке под видео и подписывайтесь на наш Телеграм. На сегодня это крупнейший криптоканал. А дальше несколько слов и важных, да, для тех, кто торгует по тренду. Сего за месяц цена биткоина может вырасти на 30 или 50 процентов, и так же быстро он может упасть. Для трейдера, который торгует по тренду и освоил навыки как длинных, так и коротких позиций, это отличный шанс получать свой стабильный и очень даже приличный доход. Вопрос лишь в том, есть ли у нас сейчас ярко выраженный тренд. Речь сейчас не идет о торговле с прицелом на несколько дней, и тем более внутри одного дня. Такие варианты трейдинга – это настоящие убийцы для ваших депозитов. А вот если брать перспективу около месяца, тогда на конкретный момент записи видео ситуация также остается неопределенной и не позволяет принять решение о входе в сделку с точки зрения соотношения риска и прибыли. Текущий тренд объективно медвежий, но здесь и сейчас нет понимания того, каким будет его продолжение. Сил для нормального отскока у покупателей явно недостаточно, но и ходлеры не собираются сдавать без боя уровень в 20 тысяч. В такой ситуации наиболее вероятным кажется боковик в примерном диапазоне от 19 до 22 тысяч долларов, который может затянуться на пару недель или даже месяц. Сейчас биткоин ждет весомого фактора, который задаст направление следующего локального тренда. Им может быть как очередной криптоскам большого масштаба, пример луна, или же внешнее давление из-за действий той же ФРС, например. Касательно последних, на сегодня ближайшая ключевая дата это 13 июля, когда выйдут данные по инфляции в США. И затем 27 июля, когда ФРС будет опять принимать решение поставки. Возле этих дат и в зависимости от данных статистики на рынке может образоваться локальный тренд. Вот тогда у таких трейдеров может появиться окно возможности. Надеюсь ролик был вам полезным и интересным. Если да, поддержите меня лайком. А новым зрителям предлагаю подписаться на канал. Спасибо за просмотр. Ваш Коинпост. Субтитры подогнал «Симон»